Число краш велосипедов уже исчисляется десятками, найдено гораздо меньше. Полицейские в начале велосезона предупредили казанцев об опасности потерять своего двухколесного коня и рассказали, как можно уберечь свое имущество и кто охотится за чужими байками. Собирательный образ веловора представила Нафиса Минязова. Сезон едва начался, а число краш уже исчисляется десятками. 24 велосипеда украли в Казани с начала года. 17 преступлений раскрыты, но в целом, говорят полицейские, находят меньше половины железных педальных коней. Если в 2016 году их регистрировалось 834, в 2017 году их уже почти вдвое меньше 439. И на сегодняшний день у нас пока на территории города зарегистрировано 24 кражи велосипеда. Есть и собирательный образ любителя чужих байков. Как правило, подростки или вообще несовершеннолетние часто с наркотической зависимостью. Ищут обычно оставленные без присмотра велосипеды или же снимают все, что можно снять. Вроде колес, если не пристегнуты, руля и сидений. Специалисты рекомендуют использовать несколько типов замков и снимать навесное оборудование с велосипеда. Также необходимо записать уникальный номер рамы. В случае кражи, если передать его полицейским, он будет внесен в базу данных и возможность вернуть железного коня будет выше. После покупки велосипеда обязательно записывать номер рамы. Он уникальный для каждого велосипеда. Находится он вот здесь его можно записать. То есть здесь номер рамы. Также сотрудники полиции рекомендуют фотографировать свой транспорт после покупки. В случае, если его украдут, снимок сможет помочь опознать и доказать, что он ваш. В основном, злоумышленники воруют велосипеды с целью заработать на этом. Поэтому даже при покупке поддержанных двухколесников нужно быть предельно осторожными. Порой желая сэкономить, некоторые люди обращаются на различные сайты в поисках объявлений о продаже поддержанных велосипедов. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют. Если вы все же решились на данную сделку, обязательно проверяйте наличие документов. Поскольку именно этот двухколесник может оказаться краденым. А деньги, которые добросовестный покупатель отдал за велосипед, оказавшийся краденым, вернуть практически нереально. И человек остается как без средств, так и без обретенной покупки.